Пять лет назад митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий совершил свою первую божественную литургию на Донской земле. Поздравить правящего архиерея с юбилейной датой в Свято-Иверском женском монастыре собрались многочисленные прихожане и духовенства Ростовской надонной епархии. Крест-хранитель вселенной, крест-красота церкви, крест-царей-держава, верных утверждения, крест ангелов слава и демонов язва. Византия – южная страна, в которой нередко случались различные эпидемии и моры. Особенно часто они происходили в августе, во время наибольшей жары. Болезни уносили жизни множество людей. Византийцы защиты искали. Только у Бога они выходили на улицы, торжественно шли с иконами и молитвенным пением. В Константинополе главной святыней, с которой шли, был крест, тот самый, на котором был распят Иисус Христос. В праздник происхождения честных древ животворящего креста Господне вспоминаются слова Спасителя. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Часто наш жизненный крест кажется нам тяжелым и даже непосильным. Но многие ли из нас задумываются о том, каким должен быть крест того, кто даже символически здесь, на земле, олицетворяет для нас Христа пастыря, кто подоблен ему внесение креста за спасение душ человеческих. «И мы, пресвитеры Божьи, которые поставлены не только от послужения войну, но поставлены благодатной силой Святого Духа на это великое ответственное служение, помните, что тот крест, который на вашей груди, и которым вы себя осеняет и призывает народу Божию на молитву, он является самой важной силой нашей жизни, помогающей нам преодолевать личные и общественные строения». Радость сегодняшнего праздника пришли разделить со своим владыкой священнослужители и миряне. «Я приехал в гости и совершенно случайно в полослужбу, на которой служит владыка. У него традиция в этот день служить с теми священниками и дьяконами, которых он рукоположил». «Радость богослужения с архиереем, наверное, не передать никакими словами, потому что все-таки священническая служба – это одно, да, но архиерея, он дает больше сил духовных для того, чтобы почувствовать на самой службе Христа». За божественной литургией в Сан-Диакона был рукоположен Иван Пташинский. По словам молодого дьякона, радостное волнение и особые ощущения в этот день запомнятся ему навсегда. Это подтверждает настоятель Преображенского храма хутора Ленина Аксайского благочиния, Иерей Константин Гома, хиротония которого состоялась в этот день ровно пять лет назад. «Был с владыкой разговором, так фактически поддержал, даже успокоил волнение, нашел добрые слова. Это, конечно, запоминается, западает в душу, и в такие сложные моменты служения вспоминаешь наставления, вспоминаешь слова, и как-то пытаешься найти силы в этих словах, в этих наставлениях». Праздненство всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Освещение воды в воспоминании совершившегося 1 августа 1988 года крещения Руси, память святых ветхозаветных мучеников маковейских. В этот день соединились старые и новые традиции. Особой радостью Донская митрополия встретила начало Успенского поста. Марьяна Баштова, Евгений Ермарченко, телестудия «Дон православный».